Девушки отдыхают И на того, как может выглядеть будущее Давайте отправимся в путешествие К концу времен Мы будем двигаться Экспоненциально Секундочку Экспоэненциально Удваивая нашу скорость Каждые 5 секунд Окей, это выглядит забавно Эти представления о будущем будут меняться Пока мы ищем новые разгадки Но ясно одно Жизнь вселенной только началась 2019 год 2020 Секундочку Так считать или не читать, блядь? Чат Я просто смотрю Я читаю сам про себя Но вот это вот Все же из такой же видео Только отдельно с русской озвучкой Субтитров не видно Вообще-то видно Давайте с русской озвучкой поищем Подождите Как будет выглядеть будущее Вот, все, нашел чат Поехали Все, все Что ждет нас в будущем? У всего есть свои чудеса Даже у тьмы и тишины Хелен Келлер Как будет выглядеть будущее Как вселенная Встретит свой конец Мы никогда не будем знать Наверняка Но наука Начала рисовать потрясающие Картины того Как может выглядеть будущее Не, не, не будем переманывать Давайте отправимся в путешествие К концу времен Мы будем двигаться Экспоненциально Удваивая нашу скорость Каждые пять секунд Эти представления о будущем Будут меняться Пока мы ищем новые разгадки Но ясно одно Жизнь Вселенной Только начинается Голоцен Закончился То, что мы делаем сейчас И в ближайшие годы Окажет глубокое влияние На следующие Несколько тысяч лет Эпоха Антропоцен Единственное условие Которые до сих пор Были известны Современному человеку Меняются И меняются быстро На этой планете Ничто не остается прежним Все меняется Условия на Земле Меняются непредсказуемо И никто не знает Чем это закончится Изменение магнитных полей Это происходит постоянно Возвращение кометы Хейла Боба Новое находится в движении На этой планете Меняется Падение 30 метров Это не у меня Это у них, ребята Что-то было Астероида Антарас Становится сверхновой Климат Сахары Меняется на тропический Созвездия начинают Изменяться Вояджер 1 Пролетает мимо Одной из близких К нам звезд Начинается новый Ледниковый период Извержение Супервулкана Появляются новые Гавайские острова Новые цепочки Островов Бля Слава богу Я сдохну уже А Ууууу Мне не придется Драться за Корку хлеба С какими-то Бомжами на улице Ее Я умру Сытым и жирным Ууууу С заваленной библиотекой Стима Ее Уууу Фух Ура Мы живем последние годы, когда можно нихуя не делать и сдохнуть жирным, блядь, и сытым. Ура, я сдохну в хорошие времена. Исчезновение следов астронавтов на Луне. Бетельгейзе становится сверхновой. Разрушаются каменные монументы. Выплеск смертельных гамма-лучей. Спутник Марса разрушается и становится кольцом. Исчезновение колец Сатурна. Тает Антарктида. Столкновение с крупным астероидом. Новый суперконтинент. Усиление яркости Солнца. Когда у Солнца кончится топливо, оно не просто погаснет навсегда. Испарение океанов. Его ядро сколлапсирует. А выделяемое тепло приведет к расширению внешних слоев. Вся жизнь умирает. Солнце расширяется и превращается в красного гиганта. Земля разрушена умирающим Солнцем. Солнце погибло. Оно будет медленно остывать в ледяном пространстве глубокого космоса. Солнце становится белым карликом. Блин, охуенно. Почему мы до этого не посмотрели? Судьба Солнца такая же, как у всех звезд. Однажды все звезды, в конце концов, умрут. И космос погрузится в вечную ночь. В конечном итоге все звезды исчерпают свое топливо. Температура космоса упадет. И звезды одна из другой исчезнут с ночного неба. Звезды начинают гаснуть. Новые звезды больше не будут рождаться. И Вселенная встретит свой конец не со взрывом, а с тихим стоном. И не в огне, а во льду. Со смертью последнего Солнца эпоха звездного света подходит к концу. Эпоха распада. Вселенная становится космическим кладбищем, наполненным остатками мертвых звезд. Наше Солнце становится белым карликом. Горячим, плотным, сморщенным трупом звезды. Без топлива для сгорания, узклый свет белого карлика исходит благодаря оставшемуся теплу когда-то горячей термоядерной печи. А если смотреть на него с той точки, где сейчас находится Земля, он будет испускать столько же света, сколько и полная Луна в ясную ночь. Слабое свечение белых карликов станет единственным источником света в темной пустоте космоса, где остались только мертвые звезды и черные дыры. Вселенная как будто становится призрачной. Здесь трупы звезд, ходячие мертвецы, единственные, кто доживет до этого будущего. Со временем гравитация выбрасывает мертвые звезды и планеты из галактик, отправляя их в ледяную пустоту. Иногда коричневые карлики сталкиваются и случайно создают новые звезды. Сталкивающиеся нейтронные звезды пронзают тьму очень яркими вспышками сверхновых. Столкновения нейтронных звезд. Некоторые выжившие формы жизни могут найти пристанище около старых белых карликов. Но со временем даже белые карлики потускнеют и умрут. Черный карлик. Такая судьба ждет последние звезды. Это белые карлики, которые остывают настолько, что почти не испускают тепло и свет. Звезды становятся черными карликами. Черные карлики – темные, плотные, тлеющие тела из разлагающейся материи. Чуть больше, чем просто пепел звезд. Атомы, из которых они состоят, так сильно прижаты друг к другу, что плотность черного карлика превосходит плотность Солнца в миллионы раз. Звездам нужно так много времени, чтобы достичь этого состояния. Так что мы считаем, что во Вселенной нет ни одного черного карлика. Вся материя, что не смогла покинуть свою галактику, засасывается сверхмассивной черной дырой в центре. Черные дыры поглощают оставшуюся материю. Черные дыры долго спали, но теперь вспыхивают в сиянии славы. Эпоха распада. Энергия вращения черных дыр становится последним надежным источником энергии для инопланетных цивилизаций будущего. Наш темп жизни основан на энергии, которую мы имеем в своем распоряжении. Вы можете представить себе иной разум, который развивается в другом темпе и, следовательно, может распространиться намного дальше, чем вы могли бы себе представить. Вы могли бы принадлежать к виду, для которого одна мысль за 10 триллионов лет была бы нормой. Даже если наша жизнь вымрет, можно представить, что в какой-то момент, далеко в будущем, из-за какой-нибудь случайности, вновь, ненадолго, появится разумная жизнь. Как будто острова разума, затерянные во времени. Расширение пространства-времени. По мере расширения Вселенной материя начинает распространяться быстрее скорости света. К этому моменту галактики и звезды будут удаляться так быстро, что их свет никогда нас не достигнет. Тайны космоса скрыты навсегда. Современные теории предсказывают, что сами атомы начнут распадаться. Так уничтожится оставшаяся материя во Вселенной. Распад протонов. Протон, один из основополагающих кирпичиков материи, из которой мы состоим, может спонтанно распасться. Любая материя, избежавшая падения в черную дыру, в конце концов погибнет, когда ее протоны распадутся. Распад протонов все еще не доказан. Новые открытия могут пролить свет на эту главу о будущем. Серега не мешает. Серега слышит, поэтому молчи. Материя внутри черных карликов, последняя материя во Вселенной, когда-нибудь испарится и будет унесена в пустоту в виде излучения, не оставив абсолютно ничего позади. Эпоха черных дыр. Бля, нихуя! Когда исчезнут черные карлики, во Вселенной не останется ни единого атома материи. Все, что останется от известного нам космического изобилия, это частицы света и черные дыр. Начало... Эээ... Это древний видос, тут многое уже не является правдой, потому что доказали обратно. Конкретнее по факту. Во-первых, ребята, насколько старый этот видос, оригинал? Кто-нибудь помнит? Ему же, по-моему, не больше года, наверное. А вот оригинал. 20 марта 2019 года ты пиздобол блять атомы материи доказано у него сиди блять доказанный пизданул не знаю чем идет речь все что останется от известного нам космического изобилия это частицы света и чё это в нынешнем состоянии альбатрос на и дыр ученый блять умник начало эры черных дыр нет ни планет не звезд не остатков звезд за которые можно было бы зацепиться взглядом опровергать нечего я теории на теории тоже проверка но даже сейчас время только начало свой ход в масштабах человеческой жизни вселенная только что родилась холодный темный и пустой так космос проведет большую часть своей жизни спокойный перфект наша вселенная дает жизни лишь краткий миг между огненным рождением и ледяной смертью не 100 поколений а больше не открывает яркое окно в юности вселенной в течение которого возможна жизнь но это окно не остается открытым надолго что это лишь краткий период в жизни вселенной отмерены от ее начала до испарения последней черной дыры жизнь такой какой мы ее знаем возможно с вероятностью тысячной миллиардной миллиардной миллиарды миллиарды миллиардной, миллиардной, одного процента. Черные дыры становятся основополагающим элементом Вселенной. Каждая галактика будет представлена в виде сверхмассивной черной дыры в центре, вокруг которой будут вращаться маленькие черные дыры. Галактики-зомби, в которых черные дыры продолжают эволюционировать. Они будут поглощать друг друга, становиться больше, возможно, падать в сверхмассивную черную дыру, и теперь она будет становиться больше. Вселенная по-прежнему будет поистине динамичной, только временные масштабы теперь составляют триллионы лет вместо тысяч или миллионов. В это отдаленное время слияние черных дыр становится основным событием. Слияние черных дыр. Некоторые из них могут достигать массы в триллионы масс Солнца. При слиянии они спускают мощные гравитационные волны, которые расходятся по всей Вселенной. Черные дыры как будто бьют молоточками в барабан пространства и времени. Их песню нельзя спутать ни с чем. Представьте две черные дыры, прожившие долгую жизнь вместе. В конце их жизни они вращаются вокруг друг друга, за долю секунды преодолевая тысячи километров. По мере сближения они оставляют за собой... Да хуйня какая-то, просто догадки. Такое нельзя пока предугадать, но все больше и больше сейчас узнается, как новые частицы находят при помощи коллайдеров. Чувак, я могу тебе только поаплодировать. Ребята, это оказывается не постулат того, как будет все в будущем. Это просто теория чат. Спасибо большое. Теперь все ясно, благодарю. Ясно, понятно. Спасибо большое. Оказывается, это теория лишь. Ммм, ясно, понятно. Звон в пространстве. Блядь, я думал, что люди смогли предугадать на 3 миллиона, триллиона, 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 триллиона и год вперед, ведь все. По сути, волны в пространстве времени. Пространство сжимается и растягивается из-за волн, исходящих от черных дыр, которые бьют в барабан Вселенной. Эти гравитационные волны, по сути, и есть звук искривленного пространства. И он будет распространяться от этих черных дыр со скоростью света, пока они кружатся вокруг друг друга и сливаются в одну вращающуюся тихую черную дыру. Если бы вы находились достаточно близко, ваше ухо бы резонировало с растягиванием и сжатием пространства. Вы бы буквально услышали этот звук. Представьте не очень массивную черную дыру, сливающуюся... Когда начали смотреть научный видос, сразу повылазили умники, начали строчить гигантские сообщения и что-то там доказывать, хотя час назад мы обсуждали говно на эволюции. ...с более массивной. Звук, который вы слышите, это то, как более легкая черная дыра барабанит в пространство каждый раз, когда она становится ближе. Только если он с охуенным графлом и вообще кладут. Интересно. По мере падения она ускоряется и звучит все громче. Раньше ученые полагали, что черные дыры бессмертны, но даже они однажды умрут. Речь идет о временных масштабах, которые невозможно себе представить. Будущее через квадриллионы лет. В этих масштабах даже черные дыры начинают испаряться. Излучение Хокинга. Согласно теории квантовой механики, пространство наполнено виртуальными частицами и античастицами, которые постоянно появляются парами, разделяются, сталкиваются снова и уничтожают друг друга. Возле черной дыры одна частица из пары может упасть в дыру, оставив другую без партнера для уничтожения. Оставшаяся частица становится частью излучения, испускаемого черной дырой. Таким образом, черные дыры не бессмертны. Испарение черных дыр. Они испаряются с увеличивающейся скоростью, пока полностью не исчезнут в огромном взрыве. Черные дыры начинают умирать. Квантовая механика позволяет частицам и излучению сбежать из абсолютного заточения – черной дыры. Черные дыры начинают испаряться. Так исчезают последние крупные образования во Вселенной. Умирая, они одна за другой освещают темноту. Субтитры создавал DimaTorzok И тут Путин с поздравлениями, да? Смешно, смешной комментарий, да? Пока черные дыры умирают, Вселенная продолжает расширяться под действием загадочной силы, которую мы пока не понимаем. Темная энергия расширяет Вселенную. Это граница наших знаний, за которую только предстоит продвинуться. Философы и поэты задавались вопросом – огонь или лед ознаменует конец мира. Теперь у нас есть ответ. Последние открытия показали, что расширение Вселенной не замедляется, а неконтролируемо ускоряется. И Вселенная, по нашему мнению, погибнет во льду. Это случится через триллион и триллионов лет. Пустое пространство само по себе наполнено энергией. В каждом кубическом сантиметре пространства, независимо от того, есть ли в нем что-то, наполнен ли он частицами или излучением, в нем содержится энергия, даже в самом пространстве. И эта энергия, согласно Эйнштейну, оказывает давление на Вселенную. Что ускоряет расширение Вселенной? Мы называем это темной энергией. И она является доминирующей во Вселенной. Почти три четверти всей энергии и материи во Вселенной составляет темная энергия. И мы не знаем, что это такое. Темная энергия, в отличие от материи и излучения, не становится менее концентрированной по мере расширения Вселенной. От этого напрямую зависит то, что случится со Вселенной в будущем. Так что же ждет Вселенную в будущем? Если темная материя будет по-прежнему доминировать и расталкивать все остальное, Вселенная будет расширяться вечно. Все быстрее, быстрее и быстрее со временем. Безудержная Вселенная. 70% всей энергии Вселенной содержится в пустом пространстве. И мы не понимаем, почему. Но нам известно, что случится. Если эта энергия по-прежнему там будет, Вселенная станет холодной, темной и пустой. Это возможное будущее. Мы точно не знаем, потому что мы не до конца понимаем природу темной энергии. И пока не поймем, мы не будем знать будущее. Мы даже не сможем понять наше собственное происхождение. Именно поэтому мы хотим получить ответы и продолжаем изучение этой области. Изучение темной энергии может в корне изменить наше видение будущего. Если эта энергия ослабевает со временем, Вселенная может начать сжиматься под действием гравитации. Большое сжатие. Если она усилится, то сможет разорвать Вселенную на кусочки. Большой взрыв. Эпоха черных дыр. Физики полагают, что может существовать множество других Вселенных за пределами нашей. В каждой из которых могут быть свои физические законы. Одни могут иметь подходящие для жизни условия. Другие сколлапсируют или будут разорваны. Иные могут быть экзотичнее всего, что мы можем себе представить. Новые кусочки этой головоломки находятся где-то в глубине космоса. Они ждут, чтобы мы нашли их. Данные предсказывают как никогда холодную и пустую Вселенную. Но тогда встает вопрос, а может ли этот конец вести к новому началу? Есть разные мысли о том, как конец нашей Вселенной в каком-то смысле может привести к рождению новой. Некоторые полагают, что можно выбраться из нашей Вселенной до того, как энтеропия всех уничтожит. Мы могли бы создать виртуальные Вселенные или, если хватит энергии, создать такую же Вселенную, как наша. У нас есть математические уравнения, которые говорят о том, что если у вас есть ускоритель ядерных частиц, который может собрать огромное количество энергии в одной точке, вы бы смогли создать портал, новорожденную Вселенную. Перед лицом смерти для всего, что существует, это, возможно, единственный способ создания. Это также создает очень интересную возможность, пока просто предположение, конечно же, что каждая Вселенная, в которой есть разумная жизнь, создаст новые Вселенные, своего рода спасательные шлюпки и поселит в них жизнь. Так что, возможно, Вселенные будут эволюционировать, выживать будут сильнейшие. Те Вселенные, в которых нет разумной жизни, бесплодны, у них не будет дочерних Вселенных, но те Вселенные, в которых есть нормальная температура и звезды, как наши, могли бы создать цивилизации, которые откроют новые Вселенные и поселят жизнь уже в них. Если способа сбежать нет, тогда энтропия будет идти своим ходом, уничтожая оставшиеся сверхмассивные черные дыры. Когда взорвется и умрет последняя черная дыра, она осветит Вселенную в последний раз. Испаряется последняя черная дыра. Разорвало ногти от стрима. Испарился стрим, блядь. Да, нет, Лавруша, просто глянусь. Бонфав, нет, не только через донат можно так кинуть. Она удалится, но я измерю. Спустя невообразимый промежуток времени даже черные дыры испарятся, и Вселенная будет представлять собой не что иное, как море фотонов, постепенно остывающих до одной температуры, так как расширение Вселенной охлаждает их до абсолютного нуля. Однажды, когда последний след последней звезды превратится в ничто, и все достигнет одной температуры, история Вселенной наконец подойдет к концу. Время утрачивает свою значимость. Впервые в своей жизни Вселенная станет постоянной и неизменной. Энтропия наконец-то перестанет расти, потому что космос нельзя сделать еще более беспорядочным. Ничто не происходит и не произойдет. Никогда. У всего есть чудеса, даже у темноты и тишины. И я учусь независимо от того, где нахожусь, быть довольной. Хелен Келлер Озвучено проектом Atomic Studio. Текст читал Андрей Лысенко. Звукорежиссер Герман Карико. Классный, классный ролик. Несмотря на то, что все это наполовину сказочной теории, и, блин, ну, вообще пока не имеющая под собой нормальной почвы, это все равно было очень круто. Это было очень круто. Классно, графически подали, офигительное музыкальное сопровождение. Озвучено круто. Ну, вообще здорово. Прям я рад, что вы посмотрели это. Да, на вопрос, ребята, как все появилось-то в итоге, никто нам и не ответит. Бесконечный вопрос. Блядь, мы такие никчемные. Пиздец, блядь, тут вселенной вселенную разъебывает. Мы паримся о том, что завтра на заводе, блядь, сосиски с картофаном подавать не будут в столовке. Вы только задумайтесь. Дааааа. Вот они проблемы, чат. Какие мы уебские. И живем мы мало. Блядь, даже 100 лет не живем. Какой отстой? Какой отстой? А на что мы тратим свою жизнь? На что мы тратим свою жизнь? Вы только задумайтесь, блядь, мы видосы смотрим на ютюбе. На что мы тратим? Мы аниме смотрим. Мы в игры играем. Мы на что тратим жизнь? Мы еще что-то на этой ебаной планете, блядь, хуями меряемся. Кто богаче, кто сильнее, кто умнее, кто там, блядь, быстрее. Какой бред, блядь, какой, блядь, бред. Когда уже Украина построит космические межгалактические звездолеты, мы съебемся в параллельные квадры Вселенной, находящиеся на другой временной линии, где жизнь есть постоянная, а время является пустым словом. Когда уже, блядь? Когда? Насколько может, блядь?